Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру. Мы продолжаем цикл лекций, посвященных соборным посланиям, и сегодня читаем третью главу соборного послания апостола Иакова. С вами священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Итак, третья глава. Продолжая пастырские наставления общинам диаспоры, Иаков затрагивает важнейшую тему для любого человека – тему речи. Значение речи и молчания как двух форм осуществления человеком собственного «я» в мире регулярно описывается в Библии. В рамках данной главы у нас нет достаточной возможности обсудить хотя бы самые яркие отрывки по данной теме. Укажем только, что речь имеет колоссальное влияние на внутреннее и внешнее человека. Словом можно выразить имя Бога, но нельзя призывать его напрасно. Словом можно разлить в мире правду. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово, напоминает нам апостол Павел. Но им же можно и умножить ложь, говорит книга Исхода. При этом праведник может быть высказан в своих отношениях с Богом, как Иов, но может и безмолвствовать, наполнив это молчание безусловной глубиной, как праведник в книге «Премудрости» Соломона. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенным, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они поминовались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невеликие они и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. В начале глава апостола дает предупреждение, немногие становитесь учителями. Отсюда мы можем сделать вывод, что христианская община уже на самом раннем своем этапе имеет структурированность и некоторую иерархичность. Учащие и учащиеся, члены единого тела Христова, не большие и меньшие, но исполненные разных дарований. Эту тему озвучивает и апостол Павел, говоря, например, что дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. Напоминаем нам это в первом послании к Коринфянам. И продолжает всю эту тему на протяжении 12 главы этого послания. Из продолжения стиха, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, видно, что сам апостол причисляет себя к учителям, к толкователям закона. При этом мотив, объясняющий рекомендацию апостола, отличается чрезвычайной реалистичностью. Большее осуждение, потому что все мы много согрешаем. Апостол проводит параллель между знанием и ответственностью, описанную еще Христом. Раб же тот, который знал волю Господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. Взаимосвязь прозрачна. Бог не спросит с незнающего его, но тот, кто в достаточной полноте постиг красоту и мудрость его слова, должен и жизнь свою построить в свете приобретенного знания. Здесь мы видим взаимосвязь с предыдущей главой, повествующей о делах, подтверждающих веру. Не только дела милосердия, но и чистота жизни – верное доказательство деятельно принятого человеком слова спасения. Потому с учителя, знающего закон столь хорошо, что может учить других, но не исполняющего его самому, спрос будет суров. Есть две святоотических мысли, поясняющие с разных сторон этот тезис. С одной стороны, святитель Иоанн Златоуст говорит, так как учение без применения к делу не только неполезно, но и приносит большой вред и осуждение проводящему свою жизнь без внимания, то, уничтожая ревность нежелающих трудиться, Иаков запрещает учить тем, которые учат, не выполняя своего учения на деле, и изрекает большее осуждение. С другой стороны, величайший аскет преподобный Ан Лесточник озвучивает совершенно иной довод. Последняя цитата важна в контексте использованного апостолом настоящего времени глагола «согрешаем». То есть, сам брат Христа признает, что до сих пор есть некоторые вещи, и их много, которые мешают безусловной чистоте его отношений с Богом. И это не повод для уныния или, наоборот, самооправдательной радости, мол, апостол не мог, куда же мне? Это повод к усилению трудов. Часто мы видим историю апостольского века в розовых очках, считая, что тогдашние христиане все как один были святы. Подобные отрывки дают нам понимание, что они, так же, как и мы, будучи обременены грехами, смогли войти в жизнь с Богом, что доказывает, что это можем и мы, далекие от совершенства. Мысль относительно духовной силы человека, могущего обуздать свой язык, подчеркивает сложность ослеживания собственных мыслей и речи. Кто справился с этим, тем более может справиться с действиями. Это человек, который может обуздать тело. Фрагмент, в образах раскрывающий перед нами силу языка, доносит до нас мысль о малом размере данного органа и огромных последствиях, как благих, так и разрушительных, происходящих от его использования. Сразу оговорюсь. Библия не содержит в себе никаких дуалистических тенденций. Нигде не говорит о том, что что-то из сотворенного Богом изначально сотворено ко злу. Относится это и к человеку, и к отдельным его органам. Не руки повинны в убийствах, и не детородные органы в блуде, равно как и сам язык сам по себе ни в чем не повинен и ни за что не восхваляем. Все они послушные инструменты человеческого духа. В шестом стихе приводятся характеристики, практически демонизирующие исполненную грехов речь. Почему? В несколько штрихов Иаков объясняет реальный эффект, который оказывает речь, построенная на греховных началах. Первое. Язык прекраса неправды. То есть, как замечает преподобный Сидор Пелосиот, многие, содействуя пороку, приукрашивают неправду при великой способности витийства, то есть красиво говорить, о поступках лукавых и беззаконных. Второе. Язык оскверняет тело. Происходит это потому, что всякое греховное слово делает человека грешником. Третье. Язык воспаляет круг жизни. Круг жизни – образ, происходящий из эллинистической литературы. По подобию с обобщающим высказыванием об осквернении тела, здесь мы слышим ту же мысль, но говорящую о больших последствиях. Влияние злого языка на само колесо истории. Действительно, злые речи часто вызывают не только личные трагедии, но и общественные потрясения. Четвертое. Язык воспаляется от гиены. Здесь мы видим параллель мысли апостола со словами Христа, утверждающего, что все осуществляемое человеком имеет более глубокие корни, чем кажется на первый взгляд. «Исходящий из уст, из сердца, сие оскверняет человека», напоминает Христос и Евангелие от Матфея. Таким образом, мы видим косвенное указание на то, что сердце человеческое может прилепиться к гиене огненной. Однако мысль апостола из первой главы напоминает нам о личной ответственности человека за свои поступки. Ад может заранить губительную искру в человеке, но если человек сам откроет для этого сердце и сам будет поддерживать этот огонь, «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божия. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему быть так. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить масляны или виноградная лоза смоклы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Здесь Библия указывает на имеющееся греховное разделение в человеческой природе, приводящее либо к осознанной, как в Псалтире говорит, с устами благословляют, а в сердце своем клянут, или же к неосознанной, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам. Вот к таким видам раздробленности, к такой нецелостности. Это раздробленность противно Богу, который есть Бог-ревнитель, и не позволяет служение себе и кому-то еще. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. В стихах о мудрости слышим простую мысль о том, что мудрость, как и всякая иная добродетель, должна явить себя деятельной. Это понятно. Мудрый человек своими знаниями должен приносить пользу, трудиться над просвещением, наставлением и так далее. Но апостол говорит совершенно не об этом. Он указывает, что истинная мудрость не только учителей общины, но вообще всякого христианина. В кротости и смирении. Вот качества, являющие настоящего христианского мудреца. И опыт многих веков жизни церкви показывает, что ряд отцов, от преподобного Антони Великого до Серафима Саровского и Силуана Афонского, имели, в общем-то, ничтожное образование. И при этом они являются величайшими учителями, так как не только мудрость, как просвещение от Бога, но и ее сопровождающие качества, чистота, мирное устроение, нелицемерие и так далее, сопутствовали этим отцам во всей полноте. Все это никоим образом не отрицает мудрости, как учености, как улублением знания. Апостол лишь говорит, что развитый интеллект, как всякое проявление человеческой природы, не будучи просвещен духом, в итоге способен породить смятение и разделение гордость обладающего им. А то, что рождает рас при кривотолке разделения, в итоге находится на служении у дьявола, имя которого и значит разделитель. Вот почему такая мудрость получает на минование не просто земной, как противопоставленной небу, а откровенно бесовской. Потому апостол и настаивает, что плоды праведности, плоды правды способны явить, то есть посеять, предложить миру только те христиане, которые не делают дело дьявола, превозносясь своими дарованиями. Может быть, в том числе и чисто духовными. Но те христиане, которые в смирении сохраняют мир в себе и в общинах, членами которых они являются.